Так, поскольку в этой области стоит одна амина, мы можем вот как-нибудь уже в длине не поставить. Раз, два. У этой двойки все меня нет, значит, мне это странно. Мы можем разбить на области. Нет, лучше мы не такие же. Такие области. Получилось 7 областей? Сколько у них всего мин? У них всего мин. Так, 3, 5, 7, 11, 14, 15 и 17. Значит, на тех местах, где мы и отметили области, там стоят минусы. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Мы можем поставить у этой двойки несколько минусов, потому что мы точно знаем, что у этой единицы стоит где-то мин. А у этой двойки уже одна мина есть, и где-то еще здесь будет. Значит, мы можем поставить несколько еще минусов. Сразу у этой двойки одна мина и одно пустое место. мы можем сюда поставить минус, а здесь поставить минус. Дальше. у этой четверки один минус уже есть. Тут есть теледройка, которая занимает двойка. у которой просто осталась одна мина. У этой двойки одна уже есть. Это неинтересно. Есть двойка, у которой просто осталась одна мина. И вот здесь устала два места. Так, четвертую уже заполнили. Есть двойка, одна меня у нее уже стоит. Значит, осталась одна минус. А здесь надо еще две минус ставить, а здесь, а здесь надо еще две минус ставить. Вален, а вы действительно не могли же задавать? Вы не могли совсем без этого? Так, поскольку здесь стоит одна мина, а у тройки уже есть одна мина, надо еще две. Здесь одна будет стоять, значит здесь тоже стоять. Пять минус стоим. Дальше я решила действовать по территорию. Область двойки, область тройки и область единицы. Нет, лучше действовать так. Область четверки и область двойки. Мы расставили 11 мин. И осталось 6 мин. 6 мин будут стоять в этих областях. Так, а вот здесь мы можем поставить минусы. Так, сразу двойки можем поставить. Так, у двойки у нас получилось поставить. У этой двойки осталось два места для двух мин. Так, значит здесь не хватает для четверки. Осталась одна мина. Не хватает для четверки, для единицы и для тройки. Значит, мы с вами вот здесь минусы. Спасибо. Спасибо.